Вечная Евангелие Эти письма были написаны семи церквам, которые были в Малой Азии непосредственно. Это были общины конкретные, они были расположены по кольцовой дороге. Первая, которая встречалась, это была именно Эфес, город Эфес. Он находился на берегу Игейского моря. Вот залив был, и фактически он служил в Эфесе в свое время. Был пастором, пасторем Эфесской церкви. То есть послание относилось непосредственно к церквям того времени. То есть когда люди получили эти послания, христиане, они понимали, о чем идет речь. Это первый принцип. Он им написал. А второй принцип? А признано, что эти церкви, они представляют собой их жизнь. И все, что происходило в их среде, стало типологическим образцом для семи периодов христианской церкви, которые исследуют один за другим. Подобно тому, как вот эти письма идут одно за другим, так и семь периодов истории христианской церкви следует один за другим. Это как человек, который встал на дороге в Ефесе, и по дороге проходит все церкви, и доходит до последней, до Аладикии. Так образно путешественник проходит по истории христианства до второго пришествия Христа. Это хороший пример. Итак, понимаете уже два принципа, которые вы сказали. Мы начнем исследовать первую церковь или первое послание. Послание относится к Ефесской церкви. Прежде чем будем читать, наверное, было бы важно узнать исторический фон, чем отличался этот город. Мы уже узнали, что в этом городе жил Иоанн. Это большой город был в то время. И еще он отличался тем, что это был языческий центр поклонения богине Артемиде. Это большой храм там находился. И возле храма, конечно, ремесленники были разные, лавки. Которые делали статуэтки. Делали маленькие статуэтки, продавали. И город имел в этом отношении, прибыль имели многие люди. Кроме того, нужно сказать, что Ефес был еще и портовым городом. Значит, богатый город. Да, это был богатый город. И если, например, люди путешествовали из Древнего Вавилона раньше, то и шли они через Малоазиатский полуостров и приходили в Ефес. Дальше можно было плыть на запад, к Риму. Поэтому это стратегически важный город был. И кроме того, он стал матерью всех последующих церквей в Малайзии. Здесь, по крайней мере, по этому кругу. То есть это стал центр, откуда потом стали развиваться вокруг лежащих... Да. Вы помните, что апостол Павел, возвращаясь со второго путешествия своего миссионерского, он заезжал или заходил в Ефес, и там служил, и трудился два года, проповедовал. И очень многие люди обратились благодаря его пламенной, живой проповеди Христа. Да, потому что это был человек, исполненный Духа Святого, апостол Христов Павел. И помните, там восстание было против него, язычники подняли восстание, Александр Медник собрал всех, возмутил и говорит... Всех ремесленников только обслуживали. Почему? Потому что проповедь Иисуса Христа и проповедь апостола Павла, она была направлена против язычества. Она была о живом Боге, о истинном Боге. Это не была толерантность такая. Ну и вы веруете, и мы веруем. Некий современный такой принцип. Все-все хорошо и все правильно поклоняются. Апостол Павел поставил вопрос о том, что эти, кому вы поклоняетесь, не суть Боги. И поэтому церковь, она претерпела определенные испытания. Верующие люди должны были защищать с большим убеждением свои понятия, основывая их на проповеди апостола Павла, на слове Божьем. И поэтому в целом церковь эфесская, она получила очень хороший фундамент духовный. Это проповедовал апостол Павел, а потом уже к концу жизни проповедовал, к концу 90-х годов проповедовал апостол Иоанн. Это два сильнейших апостола Христа, и они заложили сильную основу христианской веры. Если Павел давал хорошие познания глубокие, Иоанн согревал своим теплом, и таким образом нива сердца эфесян, она была хорошо укреплена в истине Божьей. Ангелу эфесской церкви напиши, «Так, говорит, держащий семь звезд, десница своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Здесь было бы важно, чтобы Вы помогли нам понять, есть ли какая-то закономерность в написании писем, или какой-то принцип, который был тогда известен, но здесь используется. Мы видим уже здесь необычное вступление, которое в современном обществе не применяется, когда пишут письма. Здесь прямо, говорится, как бы эмблема. Кто говорит? То есть, первый письмо начинается? Каждый раз Христос говорит, я лично пишу, я к Вам обращаюсь. Каждое письмо будет начинаться с того… С обращения Иисуса Христа, и который нестандартно обращается к каждой. Вот, каждый раз говорится о какой-то особенности Иисуса Христа, подчеркивающей актуальность тех проблем, которые существуют в этой общине. Вот, а дальше во всех письмах есть такие слова «Знаю дела Твои». Что это означает? Это говорит о том, что Иисус Христос, который вознесся на небо, кажется, он находится далеко, но он в совершенстве знает мысли и деяния каждой церкви, каждого человека. Он настолько понимает и видит ситуацию лучше, чем все живущие здесь, и поэтому его слова говорят о исчерпывающем и абсолютном знании ситуации вот здесь. У людей относительные знания. А Бог знает совершенно знания. Поэтому эти письма, они жизненно необходимы. Потом он переходит после «Знаю Твоих дела». Следующее, о чем он будет говорить? Он рассказывает подлинную ситуацию, указывает на какие там грехи, какие там недостатки, какие опасности есть. Дает совет, да? Да. И в конце он призывает, покаяться и показывает, оставляет перспективу. Обетование. Обетование, обетование. То есть вот по такому принципу построено каждое, практически каждое послание. Почти каждое. Там есть некоторая разница в некоторых посланиях, об этом мы скажем. То есть здесь Иисус открывается в церкви Ефесе как тот, который держит в руках свою церковь и который стоит посреди золотых светильников, то есть который находится среди церкви и знает все, что происходит в церкви. «Знаю дела твои», второй стих, «и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, а нашел, что они лжицы». То есть одна часть стиха говорит о том, что я знаю твои дела и труд, а вторая говорит о том, кого тебе тяжело переносить. А какой труд был в Ефесской церкви? Что Господь с таким одобрением говорит? «Знаю твои дела и твой труд, и твое терпение». Чем особенность Ефесской церкви или от этого перевода Ефесского в истории церкви? Первые христиане никогда не удовлетворялись тем, чтобы только себе узнать истину, ну и будем знать ее, а другим не дадим. Эта истина, она горела в их сердцах, и они не могли ею не делиться с окружающими. Поэтому первые христиане, первые поколения христиан, они осветили своей истиной весь, не только Малую Азию, но и все окружающие народы, доступные для них, они в течение одного поколения узнали истину. То есть это очень активный такой миссионерский труд евангелисты. То есть Евангелие неслось очень мощно и очень сильно. Да, и Дух Божий содействовал к этому. Он говорит, что есть те, которые, он также с одобрением говорит, что ты не можешь сносить развратных, и испытал те, которые называются апостолами. Они не таковые, ибо нашел, что они лжицы. Что здесь за проблема, которая была в первом веке? От самого начала. Враг рода человеческого старался подделать истину. Настолько сильная, правдивая истина христианской проповеди, Евангелия, жизни Иисуса Христа, что напрямую говорит, что это неправда, это ложь, это невозможно. Нужно было извратить ее, как-то подделать, дискредитировать, как будто бы это апостолы, тоже посланники Христовы, но они несут уже не то, что нужно. И что очень важно в этом тексте. Можно ли здесь сказать, что апостолы — люди какие-то авторитетные, которые были для какого-то окружения людей, апостолы, которые это имели? Или здесь больше в плане вестников? Мы смотрим акцент вот здесь. Они истинные апостолы, они были авторитетными, они были и свидетелями, они были вестниками, как вы говорите. Но я хочу обратить внимание в этом тексте на следующее, что христиане настолько глубоко прониклись истиной, что для них просто человек, который приходит и называет себя апостолом, и выдает какое-то учение или какую-то весть, недостаточно. Они не смотрят на лицо, они испытывают этого человека тем знанием истины, которое у них уже есть. Это очень важно и для нас на сегодняшний день. Мы не должны смотреть на лица человеческие. Будь то они по телевизору, будь то они, значит, приходят в газетах, пишут или что. Истина должна быть достоверно исследована Священным Писанием. И тогда мы можем разознать, увидеть всякую неправду. Ты много переносил одобрения, имеешь терпение, для имени моего трудился и не знемогал. Но мы видим, при всем том положительном есть недостаток. Что имеется здесь в виду, когда Иисус передает это послание апостолу Иоанну? Обратите внимание, что можно знать хорошо истину, теоретически можно знать истину, но Евангелие – это не просто очередная теория и какая-то политическая доктрина. Евангелие не может быть просто как сухая весть. Оно должно сопровождаться именно духовным наполнением. Нельзя говорить о любви теоретически и не проявлять ее, и не чувствовать ее в самом себе, и не творить дел любви. Но вот происходит такое явление, что, зная истину, они увлекаются теоретическими исследованиями или, может быть, спорами какими-то, спорами о том, кто больше, кто меньше. Мы уже читаем из других посланий, что возникает ревность какая-то, чисто плотские такие элементы возникают. То просто теоретическое знание истины, оно не несет ее благодатного влияния. И, возможно, они не придавали этому большое значение, что это опасно. А Иисус это видит. Он видит развитие, к чему приведет потеря первой любви дальше. Это же только начало истории. И поэтому Он здесь предупреждает их. А вы помните слова апостола Иоанна? «Любовь назидает». И апостол Павел об этом говорил. «Ибо знания надмивают, а любовь что?» «Любовь назидает». Вот это глубокое русское слово «назидает». Она как бы изнутри указывает человеку, что правильно, что неверно. То есть Иисус делает предупреждение церкви. Акценты сдвигаются. Акценты идут к исследованиям, к разуму, к размышлениям, но теряется жизнь. И вот он видит в этом опасность. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, то есть где ты был». Он говорит, что потеря первой любви – это падение. А они не видят в этом трагедии. Он говорит, ты не спал, это падение. «Покайся, твори прежние дела твои, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину сетильник твой, с места его, если не покаешься». А что имеется здесь в виду? Здесь предупреждение, он говорит Господь. Я думаю, что это очень серьезное предупреждение. Из текста все понятно. Что если мы потеряли истинную любовь, или они потеряли истинную любовь, то теоретическое свидетельство, оно меркнет. Рано или поздно, то светильник потухнет. Потухнет. «Впрочем, что в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». Вот здесь интересный вопрос о Николаитах. Это еще живой, когда ненавидит ложь человек. А то и то хорошо, и это хорошо, и правда хорошо, и ложь, ничего такого страшного нет. Нет, человек живое существо, он должен правильно реагировать и на правду, и на ложь. Ты ненавидишь дела Николаитов. Николаиты – это ересь, которая появилась, которая… Севдохристианство, да? Да, уже с самого начала. Между прочим, Ириней, это писатель первого, второго века, он пишет, что Николаиты – это была такая ересь, которые говорили, что, в общем, это и не грех дела плоти. Главное, чтобы на уровне ума не грешить, а телом можно грешить. Тело не может не грешить. Да, тело не может. Поэтому главное, что мы верим. Да, чтобы такие требования стали. Главное, чтобы на уровне духа не грешить. То есть это допускался разврат, допускались аморальные поступки, в то же время спокойно соединялось с верой в Бога и с убеждениями, якобы христианскими, если так смотреть. Они даже теоретически оправдывали такое безобразие. Впрочем, имеющий ухо дослышит. Седьмой стих, завершение, обетование, то, что вы говорили, заканчивается обетованием. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дать вкушать, а древо жизни, которое посреди рая Божия. То есть обетование, наверное, оно универсально, как и к Ефесу, так, наверное, будет и каждой церкви, и, наверное, каждому христианину, кто хранит верность Господу. Побеждающему дам вкусить. Кто победит, кто сохранит верность. Если было время, можно было разобрать еще в луже этот момент. Вы знаете, искушение знанием в раю ведь было, да? Что вот ты сорви, и будешь знать такое, чего тебе еще не сказано. Так Боги станут. Да, да. Вот видите, и здесь тоже это. А я дам тебе вкушать, когда ты будешь верный, если твои знания, которые ты получил, будут в Духе Святом, если ты будешь продолжать любить, то твои знания дадут тебе возможность вкушать в вечности от древа жизни. А временные в рамке? Мы можем приблизительно определить Ефесского периода истории христианства? Обычно считается, что это на протяжении жизни апостола. Апостол Иоанн дольше всех жил. То есть это период, можно так сказать, с 30-х годов первого века и до конца века, до 100-го, 101-го года, пока жили апостолы. В послании к церквям мы здесь не видим четких временных рамок, да? Да. Мы можем приблизительно просто смотреть на этот период, вот приблизительно до 30-х годов, приблизительно до 100-х годов Ефеса мы так рассматриваем. Это будет справедливо, но все равно каждый из периодов имеет очень четко выраженные особенности. Выражения свои. Да. Мы подходим ко второму посланию. Ангелы Смирской церкви напиши. Смирно. Это следующий город по дороге. От Ефеса мы входим вглубь уже материка. Что Вы можете сказать об этом городе? Это был небольшой торговый город, но люди очень ревностные были в этом городе. Они торговали, и не только торговали, но и проповедовали Евангелие. Не сильно богатые люди были. В отличие от Ефеса, который был? Да, да. Это можно так сказать, уже провинциальный город в то время. Сегодня это большой довольно город, Измир, который стал городом. Но интересно, что здесь похвалу дает Господь этой общине. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Да. Впрочем, ты богат. Из злословия о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Что это за... Если мы уже посмотрим на исторический момент, что это происходит в церкви? И что это за иудеи, которые не таковы? Говорят, что иудеи, а они не таковы. Во всяком торговом городе иудеи, конечно, преуспевали. И имели к тому времени уже сильные общины, имели красивые синагоги и так дальше. Считали себя, что они истинные носители Слова Божия, истинные представители Бога на земле. И ревность их доходила до того, что они, значит, христиан угнетали и старались дискредитировать. То есть здесь это буквально иудеи? Или это... Это буквально иудеи. Это буквально иудеи. Здесь мы с вами изучаем, да? Да, конечно. В то время так было. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. «Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни». Вот такое предупреждение и такое обетование дает Господь. Что здесь происходит в церкви? Бесспорно, были притесняемы люди и гонимы непосредственно в этой церкви. К 90-му году, о котором мы говорим, да? Эта церковь, это же 90-е годы первого века, да? Она уже, по крайней мере, пережила первые гонения, которые были еще при Нероне. И теперь уже второе гонение, которое было при Домициане, о котором мы говорим, да? В результате которого апостол Иоанн был сослан на остров. Вот и так, два поколения христиан, первое и, можно сказать, второе, они пережили вот эти гонения, которые были. А можно сказать по произведениям, по первому посланию, по второму, что гонения в Смирской церкви, она переживает боли. Или они просто более масштабные, или более жестокие, по сравнению с тем, с терпением, которое переносит Ефес. Да. Я хочу сказать, что если теперь последовательность у нас такая, что мы рассматриваем сначала местную церковь, а теперь говорим о периоде историческом, то очень характерным будет период первых 300 лет гонений в Римской империи на христианскую церковь. Около десяти гонений обрушилось на христианскую церковь. Почти каждое поколение христиан переживало страшные, жестокие гонения. Поэтому обетование, которое дано Смирнской церкви, оно относится ко всем этим 300 годам гонений. И самое жестокое гонение, конечно, это было в одни Диоклетиана, последние гонения с 303 по 313 год. Это отсюда мы видим, гонения будешь иметь дней 10, скорбь иметь будешь дней 10. Пророческий день равняется году. Действительно было 10 лет тяжелейших гонений во дни императора Диоклетиана, которым их заканчивается вот этот период. И многие свидетели истины пострадали самым жестоким образом. Но в самом Смирне известный мученик, поликарп Смирнский, то есть епископ этой местной церкви, он тоже претерпел гонения, как об этом пишется, во время жестокого такого преследования христиан. И он написал специальное послание, окружное от христианам. Чтобы ободрить или поддержать? Ободрить им. Это известная личность. Мы видим, будь верен до смерти и дам вине жизни. То есть мы видим, что вопрос стоял не просто восстанию принципов, а вопрос стоял жизнь или смерть. То есть период ознаменательен тем, что в Ефесе не стоит такой вопрос «будь верен до смерти», а в Смирне мы видим, стоит вот так очень жестко «будь верен до смерти». То есть Бог ставит вот такую высокую ступеньку верности «будь верен до смерти». Если Господь видел, что будет 10 основных гонений жестоких со стороны языческой Римской империи, Он должен был дать им могущественную поддержку. И Он говорит дальше. Кто будет побеждать, тот не потерпит вреда от второй смерти. Здесь вот интересно тоже, что значит вторая смерть и что значит не потерпит вреда. Кто сохранит верность? Христос говорил о первой и второй смерти. Первая смерть – это умирает каждый человек. Но после этого воскресения, когда и второе пришествие Христа, это будет первое воскресение, воскресение праведных людей. Но Христос сказал и о воскресении нечестивых, которые один раз умерли в этом мире, а после второго воскресения они получат наказание. Это будет вторая смерть, после которой уже никогда человек не вернется. А вот Он говорит, если вы победили, то ваша первая смерть будет значить то, что вы получите венец жизни, что Господь избавит вас от суда второй смерти. Очень знаменательно тогда вот в этом свете и самообращение Иисуса в 8 стихе. Так говорит первый и последний, который был мертв и сижив. Как ободрение для тех людей того времени. Опять же, то, что вы говорили ранее в передачах первых и последних, это знак начала, вечного начала, постоянного начала, неприходящего. Вечностного, божественного. Божественного, неприходящего. А второе, это тот, что вы идете по пути, который уже пройден. Христос был мертв и жив. Вы, мои последователи, говорит Христос, смерть не должна вас пугать. Сила, которой был воскрешен Христос, и вы будете воскрешены. Это сила ее Отца. Временной отрезок, это у нас какой, мы можем взять? Ну, я еще раз скажу, что если уже апостолы умерли к концу первого века, то до конца в отгонении Диоклетиана, то есть до 313 года. От сотого года до 313. Уже качественно пойдет следующий период, уже совершенно другой. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Благодарим, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы изучаем книгу Откровения. Сегодня изучили послание к Смирской и Ефесской Церкви. Будьте верны Господу всегда. Он обязательно поддержит и благословит вас. Спасибо большое. Смирской Церкви. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok